Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Все лучшее детям. В отдаленных районах Самары в этом году откроются два новых образовательных учреждения. Усиленная работа в выходные. Более 3000 тонн снега вывезли с самарских улиц за прошедшие сутки. Ровно 76 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. В Самаре почтили память погибших в северной столице. Открыли счет победам. Волейболисты Новый впервые одолели соперников в этом сезоне в матче российской суперлиги. В двух микрорайонах Самары уже в этом году откроются два образовательных учреждения. Речь идет о школе в Новой Самаре и детском саде в Волгаре. Их строительство стартовало в 2019-м. Готовность объектов оценили городские власти. Слово мэрии Елчан. В Новой Самаре уже в этом году появится школа на 1200 мест. Это будет первое образовательное учреждение в микрорайоне. Объект строится по муниципальной программе стимулирования и развития жилищного строительства. Всего в здании три этажа. Кроме основных классов, а их будет 60, здесь предусмотрен актовый зал на 600 человек, столовая, спортивный зал с душевыми. Возведение школы проходит согласно графику. Ход строительства оценили городские власти. У нас уже на сегодняшний момент возведена коробка здания всех шести корпусов, блоков, так называемых, этой школы под крышу. Осуществляется монтаж внутренних перегородок на этажах здания. Работа ведется, каких-либо опасений мы там совершенно по объекту не видим. Это вот спортивный зал самый большой. Значит, с этой стороны у нас вот все идут блоки. Еще одно образовательное учреждение начали строить в Волгаре в октябре прошлого года. Речь идет о детском саде. Он рассчитан на 220 мест. Дошкольное учреждение, не успев открыться, уже укомплектовано. Сразу после открытия малыши смогут его посещать. На первом этаже здания будут три ясельные группы. Предусмотрены условия и для маломобильных малышей. Для них установят специальные лифты. Жители Волгаря, конечно, все очень ждут открытия детского сада. Очень много молодых семей, молодые мамы. Все сейчас стремятся выйти побыстрее на работу. И поэтому хотят своих малышей определить в детский сад. Во дворе детского сада уже установили игровые площадки с беседками. Сейчас закупают мебель, необходимое оборудование. Новый детский сад будет соответствовать всем современным требованиям. Открытие дошкольного учреждения планируется 15 февраля. Мэри Елчан, Константин Головин. События. Больше 3000 тонн снега вывезли с территории города за сутки. На уборку улиц вышли более 300 спецмашин и почти 200 рабочих муниципального предприятия благоустройства. По информации городской административно-технической инспекции, во дворах с уборкой справились хуже. Инспектор Амгати глава города поручила продолжать контроль за уборкой во всех районах Самары. Снег нужно убирать оперативно, чтобы не образовалось наледь. По прогнозам синоптика, в ближайшие дни мороз усилится до минус 10 градусов. Елена Лапушкина поручила усилить работу и расчищать дворы активнее. Также особое внимание уделить социальным объектам. Самарские участковые врачи, терапевты и педиатры, медсестры и врачи общей практики получат дополнительную финансовую поддержку. Для этого в городе разработана и утверждена муниципальная программа сохранения и укрепления общественного здоровья на территории городского округа Самара. На доплаты могут рассчитывать молодые специалисты, работающие в государственных учреждениях и оказывающие первичную помощь. Для врачей это 5000 рублей, для медсестер 3000. Планируется, что эта мера поддержки охватит более 200 человек. Также городские власти будут выплачивать компенсацию за оплату съемного жилья – порядка 12000 рублей в месяц. Ее могут получить медработники больниц самых отдаленных районов – Куйбышевского и Красноглинского. Важно, что доплаты полагаются медработникам вне зависимости от места их регистрации. Основной целью программы является максимальное укомплектование кадрами ампулатурных и клинических учреждений. То есть они будут зарегистрированы на любой территории. Самое главное, чтобы они работали на территории городского округа Самара в полигонических отделениях на территории нашего города. В Самаре прошли памятные акции, посвященные 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков. К военному мемориалу в Парке Победы возложили цветы, а живые свидетели тех времен встретились с молодежью. На улицах города волонтеры раздавали ленточки и провели акцию свечи о памяти. Уроки мужества прошли и в самарских школах. О том, как в Самаре вспоминали блокадный Ленинград, в репортаже наших корреспондентов. Эдуард Брониславович находился в блокадном Ленинграде вместе с семьей. Отцом, мамой, тетей, бабушками и дедушками. Для него это время было самым страшным в жизни. Немцы сбрасывали на город зажигательные бомбы. Суточная норма хлеба на человека составляла 125 граммов, чуть больше спичечного коробка. Единственной возможностью вырваться из этого ада была легендарная дорога жизни. Но получить эвакуационное удостоверение было непросто. В августе 42-го года Эдуард Брониславович вместе с мамой сумел покинуть город, взятый нацистами в блокаду. На тот момент ему было всего 4 года. Остальные все погибли. Отец умер от голода, а вся семья деда погибла от вражеской бомбы, которую сбросил фашист с летящего самолета. Блокада Ленинграда началась 8 сентября 41-го года. Советские войска сумели освободить город от вражеской армии только 27 января 1944 года. Куйбышевцы помогали жителям блокадного Ленинграда продуктами, отправляли им теплую одежду и медикаменты. В 42-м запасную столицу начали эвакуировать детей. Более 5000 человек разместили в детдомах, общежитиях и у председателей полкомов. Детей, которые испытали на себе все ужасы войны, выхаживали как своих. Эти события прекрасно помнит и Нина Федоровна Гусева. Она застала блокаду, будучи маленькой девочкой. Ей было всего 9 лет. Ехали мы, ну конечно, очень долго. Наверное, я не знаю, с месяца добирались мы вот так вот до Куйбышева. Ну и когда приехали в Куйбышево, вот тут и началась наша жизнь. В честь снятия блокады Ленинграда в Самаре прошли встречи с ветеранами и торжественная церемония возложения цветов к военному мемориалу в Парке Победы. Молодые люди, которые пришли пообщаться с живыми свидетелями тех времен, гордятся подвигом своих предков и обещают сохранить память о Великой Отечественной войне. Важно помнить о годах, которые прошли. И хорошо, что остались у нас еще люди, которые могут передать какие-то частицы того времени и могут донести их до нас. Сейчас ленинградцы, возможно, до сих пор еще кто-то жив, проживают здесь. Сейчас они могут почтить память своих родственников, товарищей, которые в то время, в тяжелое время, надо сказать, проживали с ними, переживали те же ощущения. Важно помнить это событие, чтобы оно больше не повторилось. В этот день все жители блокадного Ленинграда получили поздравления и подарки от городских властей губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События. Эта ленточка – реплика муаровой ленты «Медали за оборону Ленинграда». Оливковый символизирует победу, зеленый – жизнь. В этот день, 76 лет назад, Ленинград был освобожден из фашистского кольца. В честь этой даты на улицах Самары волонтеры раздавали ленточки. Ну, это потому что, в первую очередь, очень важно для молодежи. Я вот взял, как бы, две ленточки, у меня дочь, она, как бы, хоре поет. Тем более, она вот ездит в Маев, в Прагу, они с хором летят, как раз именно на День Победы. У них военный спектакль очень хороший. Стоило бы напомнить о мире, о мирной жизни, насколько она важна. Вот, потому что мы вот забываем, что мирная жизнь иногда стоит каких-то потерь, трудностей. Вот, и надо ее оценить. В этот день волонтеры раздали более 900 ленточек. Акция прошла в центре города и в Парке Победы. Ребята говорят, это еще один способ напомнить современникам о прошлом. Акция позволяет, опять же, напомнить жителям городского округа Самара о сегодняшнем дне, о знаковом дне в истории и о том, что все-таки нужно помнить тот подвиг жителей и защитников. Это важно, так как наши предки в те времена войны вели упорную деятельность. Ну, они старались, чтобы у нас было мирное небо над головой. Организаторы говорят, акция обязательно станет ежегодной. Андрей Горгуленко, Семен Безгинов, Максим Гусев. События. Когда началась война, Галине Денисовой было пять лет. Женщина до сих пор не может без слез вспоминать о тяжелых временах. В помещении детского сада обустроили детский дом, в который ее и определили, когда мать забрали на лесозаготовку, а отец ушел на фронт. Он дошел до Берлина с гордостью, вспоминает Галина Анатольевна. После войны семья воссоединилась в Ленинграде. Сейчас Галина Денисова живет в Кировском районе Самары. Но каждый год бывает в северной столице. И там бомбили, и наш дом сбомбили, и видели, как немцы летали. Они не по одному самолету, а прямо несколько. И как они бомбили, это все на глазах было. Вот даже салюты проходят у нас здесь, в Самаре, и меня вот так трясет. Свечи в память о снятии блокады Ленинграда зажглись на аллее трудовой славы. Здесь прошла памятная акция. Школьники со всего района встретились, чтобы вспомнить героев и почтить их память. Мне кажется, что такие акции важны в частности, потому что люди будут помнить об этих днях, датах. И для меня это память все-таки о погибших и кто защищал страну. Триумфальная арка на аллее трудовой славы – один из самых молодых монументов в Самаре. Накануне празднования 70-летия Победы в 2014 году Дмитрий Азаров, который был в то время главой города, поддержал инициативу ветеранов отремонтировать знаковое место в Кировском районе и установить здесь арку. Парапеты для нее отлили специально в Споленске. Мемориал взвели меньше, чем за год. Это место значимое. Здесь собрана слава нашего города в годы Великой Отечественной войны. Как и все жители. Даже у нас приходят читатели, которые работали на этих заводах в годы войны. И вот сейчас они могут на баннерах все это прочитать. Сейчас аллея трудовой славы – одно из любимых мест жителей Самары. В прошлом году были случаи, когда вандалы портили внешний вид монументов, рисуя на них граффити. Горожане уверены, что такое отношение к мемориалам недопустимо, особенно в год 75-летия Победы. И такие акции, как блокадная свеча, помогают воспитывать у молодого поколения бережное отношение к истории. Мэриил Чан, Константин Головин, События. Самарская школа номер 3 стала участником акции «Блокадный хлеб». Весь день здесь проводили уроки памяти для учащихся всех классов. Для старшеклассников подготовили презентацию, рассказали о военном быте и показали кадры советской хроники. Один из рассказчиков – ученик 10-го класса Руслан Толмачев. Вместе с учителями истории он подготовил материал всего за неделю. А вот рассказать его, сдержать эмоции, было невероятно трудно. Когда я рассказываю, лучше не думать об этом, потому что это очень трогает. И очень сложно говорить вообще, когда начинаешь думать о судьбах тысяч миллионов людей, у которых произошло такое горе. Для учеников младших классов подготовили мини-спектакль. Актеры от лица детей «Блокадного Ленинграда» рассказывали их воспоминания о тех днях. О том, как учились, как играли, как наряжались в одежду взрослых, пока их не было дома. И, конечно, о радости, когда на обеденном столе был хотя бы хлеб. Очень важна с детства нравственная прививка внутри. Когда ребенок точно, какую бы он информацию ни получал, с какими людьми он ни общался, он точно знает, что его родина – герой, что его народ – герой. И вот такие события, они вот эту нарастную прививку как раз и прививают ребенку на всю жизнь. В конце урока всем школьникам раздавали кусочки хлеба, которые были по размеру, как суточная норма для юных ленинградцев. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Диктант Победы Диктант Победы в этом году предполагается сделать более массовым, чем прошлогодний. Его планируется провести 24 апреля, а уже в ближайшее время будет создан Оркомитет и утвержден перечень площадок проведения диктанта. Он будет проводиться в рамках федерального партийного проекта «Историческая память». Итоги его реализации и планы на предстоящий год обсудили в Городской Думе. В зале представительного собрания состоялось заседание Общественного совета проекта. Олег Зверев знает, что будет сделано в год юбилея Победы. Почти 300 миллионов рублей было привлечено на реставрацию зданий объектов культурного наследия с 2017 по 2019 годы. Это помещение, в котором размещается Самарский военно-исторический музей Приворско-Уральского военного округа. Комплекс зданий первой пожарной части, бывший коммерческий клуб, костел, дом губернатора и дом полицейского управления. Все это было сделано благодаря партийному проекту «Историческая память». Еще более масштабные работы запланированы на 2020. Будет проведена реставрация еще 11 исторических зданий. Кроме того, продолжатся работы по установке памятников и мемориальных табличек, субботники, уроки мужества, патриотические акции, помощь ветеранам. Все это с учетом того, что год юбилейный – 75 лет окончания Великой Отечественной войны. Второй раз будет проводиться диктант Победы. Самарская область по количеству площадок заняла второе место среди всех регионов Российской Федерации. И в Самарской области работало более 85 площадок. Общее количество участников – 9184 человека. В копилку «Исторической памяти» можно также внести российско-болгарский фестиваль «Самарское знамя», парад памяти, организацию шефства над ветеранами, мониторинг состояния и приведения в порядок воинских захоронений. В этом году работа в этих направлениях усилится. Планируется также организовать работу по увековечению памяти участников русской партизанской бригады «За Родину», которая воевала на территории Королевства Бельгия. Уже установлены контакты с родственниками и бельгийскими организациями. Поставлена задача по присвоению имен героев войны улицам и школам. Будет проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны». Этот конкурс будет уже не первый. У нас есть конкурс, который проводит Министерство просвещения Российской Федерации. У нас региональный этап конкурса. Ветеранские организации. Поэтому здесь нам просто нужно будет как-то объединить усилия с тем, чтобы участники этого конкурса, да, по итогам этого конкурса, да, мы могли больше определить номинантов по различным категориям. В планах на 2020 год продолжение акции памяти жертв политических репрессий. 60 тысяч самарцев пострадали в те годы. И память о них тоже должна сохраниться в истории, чтобы эти ее страницы больше не повторялись. Олег Зверев, Константин Головин. События. Далее коротко о других событиях дня. Самара вошла в десятку городов России, подвергающихся наибольшей опасности заражения китайским коронавирусом, сообщают самарские СМИ со ссылкой на еженедельный эпидемиологический бюллетень Всемирной организации здравоохранения. Кроме Самары в списке оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург, Ульяновск, Казань, Калининград и Сочи. Именно сюда, по данным Росавиации и Роспотребнадзора, чаще всего приезжают гости из Китая. Из-за опасности распространения вируса в российских аэропортах проверяют пассажиров, прибывающих из этой страны. Из Самары в Китай летают два рейса. Роспотребнадзор призывает самарцев отказаться от поездок в Китай и при выезде за рубеж уточнять эпидемиологическую ситуацию. Дмитрий Холин ушел с поста главы Жигулевска, сообщает Департамент информационной политики и администрации губернатора. Исполнять обязанности мэра будет Сергей Федотов. Дмитрий Холин перешел на должность руководителя Исполнительного комитета Самарского регионального отделения «Единой России». Дума Жигулевска должна принять отставку главы города в четверг 30 января. В Самаре займутся реставрацией объекта культурного наследия. Речь идет о больнице Красного Креста на пересечении Буянова и Льва Толстого. Здесь планируют открыть городскую поликлинику номер 13 железнодорожного района. На первом этаже появится детское отделение, на втором и третьем разместят женскую консультацию. Кроме того, в отреставрированные больницы будут работать лечебные корпуса с детским физиотерапевтическим отделением, дневной стационар с отделением восстановительного лечения для взрослых, а также бактериологическая и клиникодиагностическая лаборатория. Сейчас уже определено архитектурно-проектное предприятие, которое выполнит все работы. Их необходимо будет завершить в течение 11 месяцев. В Самаре изменили маршрут трамвая номер 5. Поправки внесла глава города. Теперь транспорт будет следовать от Чапаевской до стадиона Самара-Арена. Напомним, что по новой схеме трамвай номер 5 начал ходить в начале декабря прошлого года. Тогда же перенесли и конечную остановку с Барбошиной поляны к стадиону. Более 300 пар в Самарской области собираются зарегистрировать в брак красивые даты февраля. В следующем месяце их будет 3. 2 февраля 20 и 22. По опыту прошлых лет специалисты ЗАГСа ожидают, что следующими красивыми датами для заключения брака станут 3 субботы. 20 июня 2020 года, 8 августа и 10 октября. По-прежнему у молодоженов популярна дата 14 февраля – День всех влюбленных. Ну а у самых прагматичных женихов и невест в наступившем году есть еще один день – суббота 29 февраля. Ведь тогда отмечать день свадьбы можно будет раз в 4 года. В Самаре прошла презентация диска и сольного проекта Олега Предтеченского. Фронтмены некогда популярной группы «Цветы». Их песни «Звездочка моя ясная», «Мы желаем счастья вам», «80-е пела вся страна». Информация о выходе его сольного альбома в июле 2019-го приятно удивила поклонников. Серьезно музыкой Олег Предтеченский начал заниматься в конце 80-х в составе тогда еще Куйбышевской группы «Хобби», созданной студентами разных куйбышевских вузов. Спустя много лет именно с участниками своей первой группы Олег Предтеченский записал свой новый альбом «Счастливый день». Презентацию концерта в новом концертном комплексе «Дирижабль» в прямом эфире показал телеканал «Самара ГИС». Запись концерта поклонники творчества музыканта могут посмотреть на нашем YouTube-канале. Дудук и армянские народные песни. В Самаре прошел творческий вечер Розы Цепнцян, педагога, вокалиста, победительницы многих международных конкурсов. На вечере выступили национальные танцевальные и вокальные коллективы. Среди зрителей был и наш корреспондент. Это одна из любимых армянских песен педагога и вокалиста Розы Цепнцян. Музыкой она живет с детства. В 18 лет поступила на юридический факультет. Говорит, отец хотел, чтобы Роза получила более серьезное образование. Но любовь к музыке перевесила. Поступила в Институт культуры, стала педагогом-вокалистом. Сейчас Роза Цепнцян победитель разных международных конкурсов. У нее десятки воспитанников, которые поют и танцуют в разных коллективах. А сегодня у Розы творческий вечер в Доме культуры «Заря». Несколько дней назад мои коллеги мне говорят, а оно тебе нужно было организовать концерт, собирать всех, делать вот эти нескончаемые репетиции. На что я ему ответила, а для чего мы живем, собственно. То есть мы же сами являемся художниками своей жизни. Вечер организовали Союз армянской молодежи и общественная организация «Армянская община» при поддержке администрации Самары. На сцене выступили танцевальные и вокальные коллективы из Самары и Тольятти. Звучали национальные инструменты, например, дудук Артема Тера Ганесяна. Вечер стал эмоциональной палитрой армянской творческой жизни. От радости и гордости до тихой грусти. Что, как ни культура, объединяет больше, сплачивает народы и дает им в жизни не просто цель, но и радость для дальнейшей жизни, для дальнейшего взаимодействия. Творчество, а тем более музыка, она признана и призвана объединять народы, страны, культуры различных народов. Естественно, мы также преследуем данную цель вот в данном творческом вечере. В зале аншлаг, а весь вечер прошел на бис. Мэри Елчан, Сергей Безгинов, Николай Епифанов. События. Волейбольная «Нова» впервые победила в этом сезоне в матче чемпионата страны. В МТЛ-арене они в тяжелейшем матче одолели Уфимский Урал. За интригой матча наблюдал Сергей Кизоркин. 14-й матч чемпионата России по волейболу Новокубышевского «Нова» выиграла в МТЛ-арене у Уфимского «Урала». Заявку на победу волжане сделали уже в первой партии. 25-23 в их пользу при равной борьбе. Ярче всех проявил себя Андрей Титич. Он реализовал пять атак из шести и поставил один результативный блок. Товарищи по команде уверены – «Нова» еще покажет отличный результат в этом сезоне. Не надо нас раньше времени хоронить. Мы все еще боремся и мы все еще здесь. Во втором сете «Нова» посыпалась. После равного начала уфимцы сделали рывок в середине, а дальше их было не остановить. «Нова» проигрывает. 14-25. Третий сет для новокубышевцев сложился удачно. С самого начала они ввели в счете 8-6. Далее преимущество хозяев паркета только росло. В итоге «Нова» выиграла 25-20. Четвертая партия была одной из самых напряженных в этом матче. Герой – Евгений Рыбаков. Диагональный вышел на замену и набрал 12 очков за одну партию. 8 результативных баллов в атаке, один на блоке и сделал 3 эйса. И «Урал» берет вверх. 25-22. Мы ожидали, что будет и сложная игра. То есть настраивались и уже сто раз, наверное, повторяли, что у команды есть вера в победу. То, что сегодня произошло, только это и доказывает. С самого начала пятого сета «Нова» создала себе преимущество в несколько очков. На протяжении всей партии хозяева вели плюс 3 и смогли сохранить преимущество до конца матча. В итоге «Нова» победила 15-12 в партии и 3-2 в матче. Но все равно продолжает призебать на самом дне турнирной таблицы Суперлиги. Отставая от ближайшего соперника «Югры» на 3 очка. На первом месте – Новосибирский локомотив. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самары ГИС» на нашем сайте, в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»